Сегодня мы с вами, наконец, почти догнали до Фьоми. Мы уже находимся на шестом перике трактата Брахот, одном из самых важных здесь, Праким, который обсуждает благословения на еду, очень сложные законы, которые, как говорят многие великие раввины, нужно изучать всю жизнь. Кстати, есть такое в Талмуде, что кто считается хасидом, кто считается праведным, одно из мнений, что кто как следует осторожно смелит и брахот. Все, что связано с благословениями. Многие люди, они автоматически делают благословения, они концентрируются, они изучают эти законы вдобавок. Некий трюк существует, как сделать броху, пока еще не поднес стакан к рту. То есть пока он еще берет стакан, и до того, как он его поднес к рту, он успевает сказать все благословения, чтобы не потратить ни лишние секунды на то, чтобы благословить Всевышнего за еду. А по-настоящему нужно брохи произносить с концентрацией, в действительности люди, которые хас вишалом не имели достаточно пищи. Некоторые из наших дедушек еще помнят время, когда у них голодными все время были. И когда что-то получали, действительно почувствовали по-настоящему вот это такое благословение, иметь какую-то еду. Не только еду, все благословения. Хотелось бы делать с концентрацией. И что касается конкретных законов, мы будем с вами проходить без раташем вот в следующих уроках более подробно. Значит, первая мишна, центральная здесь, говорит о том, как делают брохи на фрукты земли и фрукты дерева. То есть фактически хазавер сделили растительную пищу на два основных типа. То, что растет из земли, то, что растет на дереве. Неважно, сколько сладкое, что десерт, что нет. То есть из земли может расти, например, что-то, что у нас ассоциируется с фруктами, а не овощами, с десертом, да, например, арбуз. А на дереве может расти что-то, что обычно больше похоже на овощи по вкусу и по виду какой-нибудь там авокадо. Да, и он к нам больше, во всяком случае, мы к нему относимся как к какому-нибудь огурцу или к какой-то пище, которая обычно в салат добавляется. И тем не менее авокадо требует броху, так и растет на дереве, как все фрукты дерева, а арбуз, соответственно, как фрукты земли. То есть идея в том, что разделяли хазаль именно вот на эти виды, потому что Тора так разделяет, есть же законы специальные для того, что растет на дереве. Есть одни законы для того, что растет на земле, есть другие законы. Например, орла, да, первые три года, фрукт, который растет на дереве, к нему относится запрет орлы, запрет есть эти фрукты или использовать как-то. Только воды четвертого года покупаются, или в Иерусалиме их ели. В общем, как бы там ни было, такое вот разделение сделали хазаль, и сделали два исключения. А именно, из всего, что растет на дереве, они исключили вино виноградное, то есть виноградный сок или виноградное вино, на него делается специальная броха, хотя оно из винограда, который растет на дереве, но броха на него боре при хагефен. Благосостояние Всевышний, который создал или создает, боре тут трудно перевести, это в Лышон Бейноне называется, боре при хагефен или хагофен, или хагафен, да, разные произношения. Сифардин произносит хагефен, боре при хагефен, создающий плод виноградной лозы. А на хлеб, опять же, хотя зерно хлебное, из которого делается хлеб, растет из земли, но сделали особую броху хамоци лехем мин ха арец. И есть еще одна броха, которую Гиммор обсуждает, Мишна здесь не обсуждает, но Гиммор обсуждает тоже на то, что растет, сделанное из плодов земли, то есть из зерна, но не заслуживает брохи хамоци, все мучное, что не заслуживает брохи, выращивающий хлеб из земли, особой брохи, на это установили мудрецы броху бремене мизонот, создающий, насыщающие виды пищи. Так вот здесь Гиммор очень много чего нового нам рассказывает, и я попробую немножко суммировать разные суги, и здесь то, что интересно, и мы выводим все это. Во-первых, вопрос к Мишне. Два вопроса я задам. Почему говорится хамоци леха мина арец, а не скажем хамоци леха мина адама, как в случае фруктов земли, боре прига адама броха, на фрукты дерева боре пригаец, на фрукты земли боре прига адама, а на хлеб не боре леха мина адама, или хамоци леха мина адама, почему-то броха хамоци леха мина арец. Мири отвечает, что стихи Торы обычно используются, стихи Танаха для благословения, Мы знаем, что в основном хазаи пытались лаконично создавать молитвы на образу и подобие уже известных стихов библейских. Так вот, есть такой стих, мы его произносим в Рошходеш, это 104-й псалом. Поэтому на базе этого и наше благосостояние. А вот пригаадама, такое выражение тоже есть. Тория, миришит, коль пригаадама, поэтому буре пригаадама. То есть, по мнению Мии, это все связано со стихами Тора. Есть другие объяснения, Угра, есть довольно сложное объяснение, я не буду сейчас это все приводить. А другой вопрос к нашей Мишне. Мы сказали, что исключение для того, что растет с дерева, исключение это вино. Но вино же с дерева не растет, вино делается из винограда, который растет с дерева. То есть, фактически вопрос в том, а почему действительно вино считается в данном случае исключением? Если бы вино не имело бы особую броху, более при Гагефен, то какую бы броху мы делали на вино? Если бы хазань не установили на вино, вино очень важное у нас в разных законах, да, кидуш делается на вино, например. Поэтому установили специальную броху. Но если бы не установили специальную броху, то что, мы бы делали бы буре пригаец, что ли, на вино? Оказывается, да. Хотя обычно на сок фруктовый мы делаем только броху шагаколь. Об этой брохе будет отдельно обсуждаться позже. Это самая общая броха. Шагаколь не е бедваро или не я бедваро, по некоторым произношениям. Сефардим произносит не я бедваро, в прошедшем времени. А Шкинадим произносит не е, это больше похоже на боре. Боре пригаадама, боре пригаец, не е бедваро. Все происходит по воле Всевышнего, по слову Всевышнего. Так вот, эту броху установили на все виды пищи, на которой нет особой брохи. И на обычный сок, какой-нибудь там, яблочный сок, мы делаем броху шагаколь не ебедваро, а не боре пригаец, как на само яблоко. Почему же тогда на вино мы бы делали боре пригаец, если бы не специальная броха? Дело в том, что вино, оно как раз самый важный продукт от винограда. То есть виноград специально для этого и сажают, чтобы получить вино. На самом деле сама Тора выбирает именно виноградное вино и также оливковое масло. Но оливковое масло, на него боре пригаец очень редко делается, Талмуд это обсуждает. Это при только определенных обстоятельствах делали на оливковое масло, боре пригаец. Получается, что только два из сока, которые именно самое важное, что есть во фрукте. Фрукт специально для этого. Виноградное вино и оливковое масло. Кстати, в законах Субботы это имеет отношение к другим законам, в законах Трумы. Именно оливковое масло и виноградное вино, оно имеет особый статус, в отличие от других соков. На самом деле есть раввины, которые считают, что если специально растят фрукты для сока, например, в Америке компании, которые делают апельсиновый сок, они специально даже вывели сорт апельсинов, в котором в основном сок. И специально сажают апельсины только для этого. То может быть действительно на это тоже делается боре пригаец на такой сок. Если он именно натуральный, не реставрированный из порошка, а просто чистый выжатый сок из апельсинов, который специально для этого растят. Но на практике обычай делать шигаколь на все остальные жидкости, только на борепригагофен мы делаем брокху на вино виноградное, но если сделать борепригаяц, то тоже выполню заповедь после факта. А на оливковое масло я уже сказал, что очень редко делается брокхо борепригаяц, потому что обычно масло оно тафлен к чему-то другому. И вот в отношении всех остальных соков мы делаем брокху просто шигаколь. И то же самое можно сказать и про хлеб, что хотя хлеб это не само зерно, да, само зерно у него брокхо бореприадама, создающий плоды земли, а на хлеб брокхо амоцелеха миноарец. Но в принципе, так как хлеб это основной продукт зерна, то если бы не брокхо амоцелеха миноарец, то было бы брокхо, наверное, бореприадама на хлеб действительно. То есть хлеб это действительно главное для чего сажают зерно, в точности как виноградный сок, это главный продукт винограда, как я уже сказал. Поэтому говорится, что на все земли делается брокхо бореприадама, кроме хлеба, на который брокхо амоцелеха миноарец. Теперь там мы обсуждаем несколько вещей. Во-первых, есть длинная сугия насчет того, если овощи сварили, например, какая брокха делается. На практике, тут я не буду приводить всю эту сугию, а мы же пытаемся все-таки догнать, но на практике у нас закон такой, что если овощи в основном едят вареными, они специально сделаны, да, обычно едят вареными, тогда брокхо, соответственно, делается бореприадама на вареные овощи, а на сырые не делается брокхо бореприадама. В некоторых случаях на сырые делается шагаколь, в некоторых вообще никакой брокхи не делается, если это абсолютно несъедобно. Сырая картошка, непонятно, да, делать ли вообще на это брокхо, считается это вообще пищей. С другой стороны, если овощи, наоборот, снова едят сырыми, то тогда брокхо обычно бореприадама на сырые овощи. А большинство видов овощей, наверное, едят, ну и фруктов тоже, едят и сырыми, и вареными, и, соответственно, брокхо делается подходящее, если это растет из земли, бореприадама, если растет с дерева, то бореприадам, делается и на вареное, и на сырое. Сырое, да, если это такой вид, который и так, и так едят. Ну, какие-нибудь там яблоки бывают в компоте, бывают вареные, жареные яблоки, это все будет бореприадаться. И, конечно, просто сырые яблоки тоже бореприадаться. В некоторых случаях меняются вкусы людей, да, в какие-то времена, в старые времена люди не ели сырую капусту, например. А сегодня едят, так что может измениться закон, в зависимости от того, принято ли есть сырым, например, этот овощ. Другая важная здесь суги, это насчет того, как хлеб проходит еще какие-то стадии варки. Например, из хлеба сделали, вот знаете, у нас есть мацаболс, называется такие мячики из мацы, то есть перемолотые заново маца превращаются опять как в муку своего рода, мацамил такой. Да, растолченная маца, и ее можно с помощью яиц еще чего-то превратить в такие мячики и сварить, например. Обычно такие мячики делают брохо шаркой, бре-минэ-мизонот, да, брохо уже не как хамоцы, то есть хлеб, форму хлеба это потеряло, а брохо мизонот, да, она стала на уровень ниже, как обычная сдоба. Но если вы просто сварите хлеб, большой кусок хлеба, или зажарите, в Америке такая вещь называется френч-тоуст, французский тост. Это берут кусок хлеба, разрезают и жарят и поливают какими-то сиропами. Хотя по вкусу это как пирог становится, как торт, но это хамоцы, потому что форма хлеба сохранилась, большие куски хлеба, которые даже если зажарили, и форма сохранилась, и даже если посыпали сладким, то от этого он не перестанет быть хлебом. В конце концов, бывает, что делать пирожное даже не жаря хлеб, можно в Советском Союзе, например, многие у кого не было денег покупать пирожное, они брали просто булочку, булки были дешевые, тогда государство это субсидировало, можно было купить булку за несколько копеек, и разрезать, помазать маслом и посыпать сахаром. И так люди ели. То есть по вкусу это как пирожное, ну, примитивное пирожное, но понятно, что это будет брокохамоция, потому что сахаром посыпали, это не перестанет быть хлебом. Также если поджарили, если не очень маленькие куски, вот если маленькие куски варят, там уже есть случаи, когда это теряет, опять же, уровень хлеба, да, и становится мизунот. То есть получается, что есть много сложных законов на базе вот нашей суги и нашего отрывка в Талмуде, что считается еще хлебом, а что уже превратилось в мизунот, или еще, наоборот, не превратилось в хлеб, если изначально сделано так, что хлебом никогда не стало. Хлеб нужно именно печь в печи, да, если хлеб, если муку просто сделали из него какое-то тесто и сварили, скажем, пельмени, то это не будет хлебом, да, даже если пельмени бы не имели внутри ничего, да, если бы сделали подобие пельменей, но без мяса внутри, это не важно. Главное, что это процесс варения, по большинству мнений, варение хлеб не делает. Но бывает, что тесто варят и потом пекут, кажется, бейглс некоторые так делают, так вот там, без сомнения, то, что испекли, это хлеб. В общем, есть много, получается, сложных законов и деталей того, что считается хлебом. Есть такая концепция, как падхабаби киснин, упомянутая тоже в Талмуде, это почти хлеб, то есть это фактически мизунот, но близкий к хлебу. Родственный мизунот к хлебу. Пряники, торты, пироги, они просто сладкие, поэтому они не считаются мамаш хлебом. Так вот, у них статус такой, что обычно мы на них делаем мизунот, конечно, но если их есть много, тогда это уже становится хлебом. Это называется ковес-юда. Если ты ковес-юда на что-то, что вообще не хлеб, ничем не похож на хлеб, какие-нибудь там макароны, скажем, то на это, сколько бы ты ни съел, нужно делать мизунот. А вот то, что выглядит как хлеб, в общем, но оно сладкое, например. Сделано, например, не на воде, а на молоке или там на каких-то, на меде, да, вот всякие пирожные, вафли. Вот, также по многим мнениям твердый очень хлеб, да. Маца для Ашкенадзим считается недостаточно твердый, считается как хлеб. А сифарим считает и мацу в течение года, кроме Песаха, считает и мацу тоже слишком твердый, считает ее как мизунот. Вот. А очень твердые всякие сушки и так далее, они все считаются не сухари, сухари это хлеб, который просто потом сделали твердым. А именно то, что изначально твердое, это, по многим мнениям, считается уже мизунот, пока не будет есть этого много. Когда едят много, тогда нужно делать хамоцы. Вопрос в том, что считается много, да, еще здесь много диспутов, там у них не говорят, что называется ковес, юда, сколько нужно этого съесть вообще-то. Некоторые говорят, что если съешь размер с три или четыре яйца, это уже считается много. И так сифардские евреи постановляют, поэтому сифардим обычно измеряют вот точно, сколько они в размерах и в яйцах это получается. А в Ашкенадзим в основном считают, что это больше все-таки, чем четыре яйца, это с юда мамаш, что человек этим насытится полностью. Ну, еще диспут, включать ли остальную пищу, которую человек ел с этим. По крайней мере, лучше не попадать в такие ситуации, если человек собирается много есть каких-нибудь там ватрушек, пряников, пирога очень много. То лучше изначально, с самого начала помыть руки и сделать хамоцы на хлеб, да, или есть меньше. То есть много нажираться всякой издобой не следует в случае, когда можно попасть в ситуацию, когда непонятно это как хлеб. И нужно тогда и после еды делать биркат амазон полный или же это все-таки все еще мизунот. И еще есть разные виды пищи, которые непонятны. Это как хлеб или как мизунот. Например, пицца. В частности, многие виды пиццы делают сегодня на молоке, специально, чтобы они были как мизунот. Но тогда, опять же, а сколько нужно съесть пиццы, чтобы это стало как хлеб, даже если изначально было мизунот. Если пиццу считать мизунот сначала, но потом, когда ее много съели, если несколько кусков съесть, то человек этим насыщается. И тогда это уже точно нужно хамоцы делать и биркат амазон после еды. Вообще, эта сугия, которая занимается падха-баби-кисней, она немножко дальше, она уже к следующей мишне. Но я сразу хотел ее пройти в двух словах, потому что она имеет отношение к тому, что мы сейчас обсуждали разницу между мизунот и аммоцией. Потом обсуждается здесь в нашей сугии еще вопрос, если изменила форму, например, натерли какие-то фрукты, какие-то ягоды, повидло сделали, какую броху делать. У нас выходит из сугия, что брох становится шагаколь. То есть, если делаешь натертые какие-то фрукты, вот сегодня в Америке очень любят продавать яблоки натертые, то обычно брох и шагаколь. Но многие считают решением, что это если оно стерто не полностью, если, так сказать, видны кусочки, тогда броха остается, какая была. То есть, форма не полностью изменилась. Не всегда так очевидно, в каком случае делать какую броху. Если по-домашнему, например, натерли яблоки. И также обсуждается здесь броха на рис. Рис и тоже выходит из этой длинной суги. Там все не так просто, но выходит, что рис исключение. И обычно мизонот делают только на 5 злаков. Все, что имеет муку из 5 злаков. Пшеница, ячмень, побыва, вес и рожь. А в конце делается броха а-ля михия на виды пищи из этого. Но рис выходит из нашей суги исключение. И на него делают броху мизонот в начале. Но если рис перемешан с чем-то, то в отличие от другой муки, где даже если вы ее немножко добавили для вкуса или для насыщения, то всегда делается мизонот. Бывает, например, делают пирог, в котором меньше муки, чем, скажем, сахара и меда и других ингредиентов. И все равно делается на этот пирог броха мизонот. А вот рис это исключение. Там делается на рис броха мизонот, только если оно... Большинство риса, да, если человек ест в основном рис, тогда делается мизонот. Но если немножко риса смешали с чем-то, тогда делается броха на то, что большинство. И еще, что на рис никогда не делается броха после а-ля михия. Рис в этом плане исключение. После риса и делают броху шигако, бурени фашот, как после любой обычной пищи, которая не заслуживает особой брохи. Брохи после еды, они делаются на три категории, как видно здесь из разных суги. Еще мы до этого, в принципе, не дошли, но я сразу сообщу, в общем-то, все соблюдающие евреи это знают, что есть броха после еды хлеба, это биркат амазон. Есть броха мейн шалош, который включает, как бы, весь биркат амазон, но в одном благословении. И это делают либо на вино виноградное или виноградный сок, или же на мизонот, разную сдобу, или же на пять особых фруктов, которыми славится земля Израиля. Гранаты, финики, инжир, винограды и оливы. На эти вот все виды делаются броха мейн шалош, хотя она разного типа, в зависимости от того, что именно человек ел. Фрукты ли, или мизонот, сдобу, или пил вино. Или если и то, и другое, или все три, тогда он упоминает все варианты. И, наконец, самая короткая броха после еды, и ее делают после риса в том числе, это бурен и фашот работа. И на этом мы с вами сегодня закончим, и на следующем уроке продолжим обсуждать следующую Мишну и следующие Суги и Талмуды. И вскоре, я надеюсь, догнать уже цикл дофьеми, и тогда мы будем более подробно обсуждать. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok